С Новостями культуры С Новостями культуры То же здание, в котором находится музей, почти не изменилось. Сегодня это сооружение, построенное более ста лет назад известным архитектором Зинковым, охраняется государством как памятник истории архитектуры. Зато интерьер преобразился сполна. Атмосфера нашего музея располагает к тому, чтобы все гости, которые приходят в наш музей и посещают его, смогли перенестись из повседневности во времена седой старины, когда над просторами казахской степи звучали великие мелодии. В музее казахских народных музыкальных инструментов гости могут посетить семь экспозиционных помещений. Зал археологии, дамбры и кобыза, залы ударно-шумовых, духовых, мемориально-музыкальных инструментов и многие другие. В них собрано свыше тысячи экспонатов, самые древние из которых датированы третьим-вторым тысячелетием до нашей эры. Основная миссия, на которой мы полагаемся, это популяризация музыкального наследия казахского народа. И в рамках программы популяризации казахского музыкального наследия, каждую среду наш музей проводит концерты-лекции, где мы рассказываем о каждом музыкальном инструменте и тут же показываем их звучание. Вместе с дизайном интерьера изменилась и подача материала. Вряд ли сегодня школьник, побывавший на экскурсии в музее, скажет, что провел время скучно. Ряд технических нововведений превратил прогулку по залам в путешествия по захватывающему виртуальному миру. В мемориальном зале у нас расположен медиатейбл, где можно получить информацию о быте, традициях и обычаях казахского народа. Также у нас есть игровая комната Kinect, системы Xbox, где каждый ребенок, да и вообще любой взрослый, сможет почувствовать себя дирижером. Кроме того, в музее работает мастерская ремесло. Где можно наглядно увидеть технологию изготовления национальных инструментов, прикоснуться к ним или приобрести. Интересно, что научные сотрудники музея знают не только, как хранить и воссоздавать старинные инструменты, но еще и сами играют на них, а заодно и обучают этому посетителей. Чем отличается наш музей от других музеев Казахстана? Это прежде всего кадровый состав. Все наши киды — это все музыканты в прошлом, у них есть консерваторское образование. Один из самых ценных экспонатов музея — Сассернай. Древний духовой инструмент найден при раскопках средневекового города Атрар, сожженного в 1220 году. Есть инструменты по младшим, но не менее уникальны, так как ранее принадлежали великим людям — Курмангазы, Бержанцалу, Жамбылу Жабаеву и другим известным личностям. Так Дамбра Абая Кунанбаева была передана музею его внучкой. Такие истории и легенды есть практически у каждого экспоната музея. И в заключении выпуска — афиша культурных событий Казахстана на завтра. Русский драматический театр имени Горького даст спектакль «Как котенок Новый год спасал». В Алматинской арт-галерее «Вернисаж» пройдет выставка фотографии «Лед и камень». Окружайте свою жизнь только интересными событиями и замечательными людьми. Это была программа «Культура». Также вы можете увидеть нас на сайте 24.kz. Не прощаемся. Субтитры создавал DimaTorzok